Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Minico Японец правый руль Двигатель здесь стоит 650 кубиков трехцилиндровый 2005 года выпуска Коробка автомат Пробег на автомобиле 237 тысяч километров Побежал сальник Масляного насоса коробки Сначала, говорит, начал подкапывать Но особо не придавал этого значения А потом ручейком побежал заводишь Ручейком бежит Здесь ситуация Чем меньше клоп Тем больше Мелкой работы Нигде неудобно подлазить Двигатель стоит здесь на подрамнике Надо снимать подрамник Чтобы снять коробку Но двигатель с коробкой снимать не хочу Поэтому буду вывешивать его, пытаться И коробку снимать отдельно Но при этом надо сначала скинуть подрамник Открываю капот Вот такой небольшой двигатель, но упакованный Сейчас сниму корпус воздушного фильтра Сниму аккумулятор Сниму вот этот воздуховод И потом установлю здесь траверсу По крыльям здесь Полки есть, куда упереться Поэтому двигатель я смело вывешиваю А коробку снизу уже гидролапой сниму Сейчас все это снимаю Снимаю батарейку Можно смело вывести Добавил субтитры. Сразу сниму полку под аккумулятором. Здесь 3 болта на 12. Полка здесь вместе с расширителем может сняться, потому что расширитель стоит на ней. Скидываю шланг, скидываю проводку. Похоже, что не снималось или снималось аккуратно. Клипсы на проводке все целые. В принципе, у нас здесь поступ уже удобный. Снимаю воздуховод. Клипсы уже не родные. Газелевские стоят. Угадал 3302. Волговские. Снимаю корпус. Опять же, корпус можно не снимать. Я снимаю для своего удобства. Расширительную субтитры. Расширительную. Расширительную. На lonцах. Собор джима. Расширительную. Креппи. подушки которые обычно здесь стоит нету здесь всего три подушки передняя задняя и на коробке и все эти подушки крепятся на подрамник в принципе можно было бы вообще с двигатель вместе с коробкой опустить коробку отцепить и подцепить но не хочу человеку сливать масло с гидроусилителя и из кондиционера фреон спускать этот дополнительные затраты подвешу траверсу хотел поднять сначала траверсу подвешу для этого вот здесь есть крепление прикручиваются так вот нормально будет так вот и и и В принципе все, двигатель у меня. Вот такая конструкция. Здесь упор на компенсатор идет, но он ложится плашмя. И все-таки, наверное, я еще подложу тряпочку. А теперь поднимаю и снимаю колеса. Пока автомобиль опущен, здесь диски металл срывают приводные веки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так же со второй стороны. Вот так это все выглядит снизу. Вот цельный подрамник, который идет, он здесь уходит дугой. На дугу крепится рулевая рейка. Вот на подрамник. Четыре болта откручу рейку, я снимать не буду. Подвешиваю ее, оставлю на месте. Рычаги я скинул с цапфы. Форма рычагов интересная, изогнутая, приподнятая вверх. Соленблок не снизу, а сверху находится. Спереди крепление тоже откручу. Радиатор у нас лежит на подрамнике. Надо будет его сверху подвязывать здесь. Также еще радиатор кондиционера. Если посмотреть, он тоже стоит на подрамнике. Но мы их вместе и закрепим. Пыльник этот я сейчас сниму, потому что вот эти болты надо будет тоже открутить. Подрамник крепится. Привода я вытащу. Вот течь масло. Крышку хозяин сам снял, посмотрел, что именно оттуда течет. Ручеек. Вот болт у нас под подушкой находится, под кронштейном подушки. Но сбоку есть отверстие. Его открутить кронштейн снимать не обязательно. И также увидел, пока лазил, трещину на кронштейне натяжителя приводного ремня. Трещина старая, грязь уже закидана. Но в будущем, если она отойдет, натяжитель начнет стаскивать ремень в сторону. Тоже надо будет заменить. Спереди, вот на подушке болт. Но здесь трещоткой, в принципе, можно подлезть, удлиненной головкой открутить. Ну, дело за малым. Кручу. Откручиваю гайку привода с одной и с другой стороны. Кручу. Кручу. О, ну нормально задвигалось. боялся что не двигается теперь сливаю масло с коробки вот сливной болт головка на 17 пустякает масло стекло что там оставалось есть и и и и и снимаю пыльник пыльник здесь крепится на двух болтах и на двух клипсах болты на 10 вот у нас и подушка открылась и кронштейн открылся кстати вот эти два болта мы откручивать не будем открутим только один от подушки его в принципе можно сразу и открутить головка на 14 подушка-то похоже мертвая 14 лет а болт вышел и открутился откручиваю рулевую рейку сейчас поэтапно так потихонечку там откручу тут откручу здесь откручу где-нибудь еще чего-нибудь откручу головка тоже на 14 так вот 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 и все корейка откручена откручиваю с обоих сторон шаровые опоры головка на 17 11 14 лет болту пол дела откручиваю болт с подушки сзади болт здесь на 17 сбоку через удлинитель карданчик гайка приварена маленько поджал коробку и болт спокойно выходит также теперь можно открутить болт передней подушки коробка пока поджата у меня тут головка тоже на 17 немножко неудобно но можно сейчас ее сдвину а дальше уже главный угловым гайковертом откручу интересно тоже этот болт неудобный но дома самому сделать без подъемника без ямы но очень будет неудобно здесь еще приварим болт хотя должна быть гайка и болт шляпкой упирается все получается с трех подушек у меня двигатель с коробкой теперь остается только до конца открутить подрамник и можно снимать но перед этим мне надо опустить машину и подвязать радиаторы подвязать радиатор капроновыми хомутами здесь за петлю отвертку перекинул а здесь отверстие тоже капроновым хомутом снимаю шланги с коробки но я думаю чтоб туда не лезть я их наверно вот здесь с трубок на радиаторе скину да и все оба оба рядышком откручиваю два болта на 14 стартер откручивать не надо он вместе с коробкой отойдет уберу щуп чтоб не мешал отцепляю разъемы на коробку который идет в сторону его отведу вот и все в принципе основное сверху здесь все снято здесь у нас старого образца коробка еще нужно трос газа скидывать с дросселя не увидел его сразу хорошо что сейчас увидел поэтому скидываю его и отвожу в сторону немножко сделал лишней работы себе надо было ресивер сразу скинуть потому что вон гайка тросик газа находится под ресивером ее нужно открутить чтобы снять трос для этого нужно снять ресивер двигатель я уже с коробкой отвязал у меня просто висит на траверсе я его сейчас снизу домкратом подожму и сниму ресивер домкратом поджал освободим снимаю болты крепления нет и и и и и и и и Вроде бы Все А вот теперь и гайку Хорошо видно стало Все, домкрат обратно Ослабил Откручиваю тросик Ключик на 12 Старые метки останутся Потом по ним и поставлю Снимаю бабушку Все, трос отцеплен Да и болты Откручиваю без ресивера Теперь проще Головка на 14 Ключ приходит на помощь Ключик Япония Ключик Кручок 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 оба болта выкрутил оба шланга снял с трубок трос газа скинул вниз питание со стартера можно отсюда открутить можно снизу снять разъем и откручиваю гайку 12 гайку я снизу откручу снимаю трос переключения передач здесь обычный шплинт дцена краска шахлана вопросы достаточного, башки шайба и вот здесь пластиковый фиксатор. Все, стягиваю и выдергиваю из кронштейна. Втулка резиновая должна была с тросиком сойти. Закисло, заодно ее почистим и смажем. Сразу ось почищу, потом забудется. Откручиваю подушку глушителя. Головка на двенадцать. Головок с пакетом. Музыка. Головок с бредом. Головок с бредом. Готово. Так, ну всё, даже на глушителе болт и-то открутился, откручиваю со стартера питания, снимаю с датчика скорости. Разъём. Фиксатор здесь неудобный. Готово. 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 Приблажное масло.